Здравствуйте! Я приветствую всех присутствующих в нашей телестудии, а также вас, наши любимые телезрители. С вами я, Алтуна Айджумашева, региональный координатор Международной образовательной ассоциации дебатов в Центральной Азии. Сегодня полуфинал дебатов открытого общества. Дебаты – это четко структурированный, специально организованный публичный обмен мыслями на актуальные темы. Уважаемые телезрители, разрешите мне представить вам наших полуфиналистов. Академия государственного управления при президенте Кыргызской республики. Кыргызский национальный университет имени Джусупа Баласагына. Уважаемые телезрители, дебатеры всегда стараются обсудить самые актуальные темы. Разрешите мне объявить тему полуфинала. Прошлое не изменить, говорят нам мудрецы нашего мира, и страны СНГ никогда не смогут отказаться от своего советского прошлого. Однако дебатеры задумались, должна ли сохраняться советская символика в нашей повседневной жизни, когда мы уже независимое государство. Поэтому тема сегодняшнего полуфинала, эта палата считает, что памятником Ленина не место на главных площадях и улицах независимых государств. А я напоминаю вам, уважаемые телезрители, что именно вы решаете, кто победит в нашем полуфинале. Это можно сделать, отправив короткое сообщение с кодом команды на номер 3535. Если вы считаете, что победила команда Академии Государственного управления при президенте Кыргызской Республики, отправьте короткое сообщение с кодом 06 на номер 3535. Однако, чтобы вам, уважаемые телезрители, было легче разобраться в наших дебатных тонкостях, мы пригласили в нашу студию экспертов-судей нашего полуфинала. Так как это полуфинал, сегодня наши судьи-эксперты представятся сами. Здравствуйте, меня зовут Олан Смаилов, я координатор первого проекта дебатов «Открытое общество». Ребятам сегодня желаю жаркой игры в отличие от погоды на улице. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Орлов, я генеральный директор аналитического центра «Стратегия Восток-Запад». Желаю всем дебатерам плодотворной и, самое главное, интересной игры. Спасибо. Я Мазманов Яков Сергеевич, архитектор. В архитектурном управлении города занимаюсь проблемой охраны памятников. Желаю всем участникам хороших дебатов. Меня зовут Бурлай, я сегодня буду вашим тайм-кипером. А для произнесения своей первой конструктивной речи приглашается премьер-министр. Ваше время 4 минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Здравствуйте, дорогие телезрители. И сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как мы сегодня поговорим с вами о том, что памятникам Ленину не место на главных площадях и улицах независимого подсоветского государства. Для начала, что к памятнику Ленину и зачем они ставились? Памятник Владимиру Ильичу Ленину – это категория скульптурных произведений, которые стали неотъемлемой частью советской традиции. И эти памятники часто являлись средством пропаганды идей господствующего строя в лице его создателя, в характерной функции активного общественного воздействия. И чаще всего они ставились в людных местах, в парках, улицах и главных площадях. Именно насчет независимой подсоветского государства мы говорим именно о тех государствах, которые произошли в результате распада Советского Союза. Самое главное. Хотел бы сказать, что, оглядываясь назад, нельзя увидеть светлого будущего. Все мы знаем, что каждый памятник выполняет определенную функцию – эстетическую, историческую, духовную или идеологическую. Так вот, на сегодняшний день в Кыргызстане именно памятники Ленина, в то время, когда они были установлены, они устанавливаются с целью пропаганды коммунизма и строя Советского Союза. И они были построены для того, чтобы популяризировать именно коммунизм в лице его создателя. Но на сегодняшний день эти памятники потеряли свою актуальность, так как Советский Союз распался уже 20 лет назад и надобности в этих памятниках уже нет. И таким образом эти памятники следует убрать и заменить их теми памятниками, теми символами, которые бы символизировали ценности, которые соответствовали настоящим нашим сегодняшним реалиям. Как вы знаете, Советский Союз, если Советский Союз популяризировал свой строй, свои ценности, свою идеологию с помощью Ленина, то на сегодняшний день Кыргызстан может популяризировать свою идеологию, свои ценности, которые присущи кыргызам, которые нужны Кыргызстану для успешного развития, для светлого будущего. И мы должны заменить памятники другими символами, которые бы помогли Кыргызстану развиваться в будущем. Таким образом, мы предлагаем заменить памятники теми национальными героями, теми людьми, которые являются гордостью нации, которые смогли бы поставить Кыргызстан в правильное русло, направить Кыргызстан на правильную дорогу, поставить на путь истины для его развития. И, как мы все знаем, идеология – это такое явление, которое объединяет людей перед лицом общего врага, направляет все их усилия для развития, для улучшения страны, для улучшения жизни, для улучшения населения. И таким образом, мы предлагаем убрать памятники Ленину с центральных городских площадей и поставить на место них те памятники, те символы, которые бы пропагандировали ценности, актуальные ценности, соответствующие сегодняшним реальным. Ведь все время оглядываясь в прошлое, мы не увидим нашего светлого будущего. Я готов к перекрестным вопросам. Здравствуйте. Спасибо за вашу речь. У меня первый вопрос. Какие актуальные ценности сейчас есть у Кыргызстана? Вы говорите о актуальных проблемах, нужно двигаться вперед. Какие, например, памятники могут заменить Ленина? Как было уже известно, в Кыргызстане уже есть один пример того, что памятник Ленину убрали с центральной площади. В Ишкеке поставили памятник Манасу. Памятник Манасу – это дань той идеологии, которая поможет Кыргызам развиться. То есть это его всем заповедям, это храбрость, мужество, патриотизм, самое главное. Именно эти ценности помогут Кыргызстану развиваться. Есть ли какие-либо исследования, которые доказывают то, что люди сами хотят, чтобы убрали эти памятники? То есть вы спрашивали людей? Да. Есть определенная категория людей, которые радуются за то, чтобы убрали памятники, которые символизируют прошлое, и поставили памятники, которые помогли бы нам улучшить настоящее и обеспечить нам хорошее будущее. Хорошо. Еще другой вопрос. Почему, например, учитывая то, что Ленин не пропагандирует актуальные ценности в Финляндии, в Великобритании, во Франции, почему там есть памятники, их почему-то не убирают? Как я уже сказал, памятник выполняет четыре функции. Духовную, историческую, эстетическую, идеологическую. Я предлагаю убрать, мы предлагаем убрать только те памятники, которые несут идеологическую нагрузку. В то время как памятники той же самой Великобритании, во Франции, в Финляндии, они несут не идеологическую нагрузку, они несут больше эстетическую нагрузку. То есть вы считаете, что у нас они несут какую-то идеологическую нагрузку, пропагандическую, да? Да, я предлагаю убрать эти памятники и вместо них поставить те памятники, которые бы несли идеологическую нагрузку с сегодняшнего дня, нежели прошлого. Спасибо за отвеченные вопросы. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.idbate.org. Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.idbate.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.idbate.org – ваш портал в мир дебатов. А для произведения своей конструктивной речи приглашается лидер оппозиции. Ваше время 5 минут. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Между приветствуются. Итак, приветствую вас, уважаемые дамы и господа. На самом деле мы сегодня обсуждаем очень актуальную и интересную тему для постсоветских стран и вообще для наших стран, именно эти 15 государств, которые являлись бывшими членами Советского Союза. Сегодня в тему дебатов не входит обсуждение того, каким памятникам мы должны давать преимущество. То есть памятникам Советского Союза Ленина, либо памятникам именно нашего самого исторического кыргызского сообщества. То есть мы не должны сравнивать понятие памятников именно Советскому Союзу и Кыргызстану. Тема четко звучит. Эта палата считает, что памятникам Ленину не место, памятнику Ленину принципиально не место на территории независимого постсоветского государства. То есть почему? В данном случае мы должны принципиально спорить на том, должны ли стоять эти памятники Ленина на территории наших площадей, либо не должны стоять. И только на этим вопросом мы должны сегодня и вести дебатные споры. Вот первый момент. Сегодняшняя тема так звучит. На территории независимых государств, независимых по-советски, именно независимых государств не должны стоять памятники Ленину. В данном случае палата правительства должна была показать, как наличие памятников Ленину не сопрягаются с понятиями независимости. Как именно наличие памятников мешает нашей независимости. Но тем не менее она не может никаким образом и доказать. Потому что это невозможно. Потому что памятник, являясь тем почерком, который показан исторические источники, исторические предпосылы, ни в коем случае не является на идеологическую оценку. Памятники есть памятники. На то и называется памятник, что нам просто напоминает, что это было историческое событие, о котором нужно в какой-то мере понимать. Потому что есть история. И на историю нужно учиться на ошибках. Возможно, тех ошибках, которые были, нужно учиться. Либо нужно перенимать тот хороший опыт, который был при советском режиме, при именно правлении самого Ленина. Второй момент. Мы должны именно сменять существующие памятники Ленину только тогда, когда общество будет готово. Она говорит, есть определенная категория людей, которые выступают против памятников Ленина. Но определенная категория людей, это не есть целое общество. Это не есть вся страна. Существует очень много людей, которые не против данных памятников. Они понимают, что есть историческое наследие. Историческое наследие, которое стало основой для формирования настоящего независимого государства. Давайте представим для себя, на основании Кыргызстана, Кыргызстан возник на основании того, что был Советский Союз. Что когда-то Ленин смог из кочевых племен, которые между собой все время враждовали, и которые между ними, которые были в распри, создать отдельное, целое государство. И на основании этого целого государства, вот о чем сегодня говорят, возникло независимое государство, которое называется Кыргызстан. То есть это историческое наследие, на основании которого мы должны непременно с вами учиться. И наличие памятников, которыми только исторический посыл, только традиционный посыл, а не идеологический посыл, не мешает нам полностью реализовывать ценности независимости. Потому что дело независимости не зависит от памятников. Дело независимости зависит от того, насколько Кыргызстан независим от внешних субсидий. Насколько Кыргызстан не берет лишних кредитов. Насколько Кыргызстан независим от своей политической ориентации. Но тем не менее она считает, что памятник не мешает. Давайте просто разумно подумаем с логической точки зрения, как наличие памятников может вообще мешать независимости государства. Если исходить из таких же соображений, как говорит Палата правительства, то мы с тем же успехом можем запретить те здания, которые были построены в советское время. Ведь те здания, которые были построены в советское время, они тоже сопрягаются, они тоже создают условия для зависимости Кыргызстана. Давайте всех отменим полностью демонтируемых. Тогда что? Кыргызстан остается без зданий, Кыргызстан остается без памятников, и она не имеет никакого реального бюджета, который смогла бы восполнить. То есть нет альтернативы денежной, нет именно архитектурной альтернативы, чтобы восполнить этот демонтаж и то, что убирает. Вот это второй момент, очевидный момент, о котором мы не должны забывать. Давайте приведем аналогию, вообще пример. В Великобритании сейчас есть королева. Королева — это историческое наследие. То, что сейчас независимые британцы, у которых демократическое мышление, они идеализируют для себя Великобританию, королеву, это не говорит, что Великобритания — это монархическая страна, и то, что в скором времени инстант монархии. Нет. Они для себя пощадят эту королеву в качестве только исторического наследия. Просто они считают, что это было историей, которую просто в какой-то мере нужно продолжать. То же самое с памятниками Ленина. Мы понимаем, что это есть историческое наследие, которое нужно уважать, которое нас чему-то в прошлом научило, и в будущем мы следует этой практике, будем дальше учиться. И то же самое мы сравниваем то, что Великобритания поклоняется королеве, и памятники, которые существуют на наших главных площадях. Это ни в коем случае не мешает нам реализовывать свой суверенитет. Вот мы должны понимать, что есть часть исторического наследия, часть исторического наследия, которое поступило фоном для выделения Кыргызстана как независимого государства. Независимого государства, которое должно самостоятельно определять свою политическую именно ориентацию. И мы должны понимать, мы в обществе должны ценить политическое разнообразие, политический плюрализм. Когда мы уважаем самополитические взгляды коммунистической партии, социалистической партии, даже демократической партии, то есть создаем для всех равные условия, мы не монополизируем идеологию одной партии, мы создаем условия для развития всех партий, всех условий. Сричем мы можем четко отмечать, что именно памятники ни в коем случае не мешают реализовать нашу независимость, потому что сегодняшняя результация говорит, что на территории независимых государств не должны стоять памятники. Так что мы отмечаем еще раз, памятники не мешают нам реализовать свою независимость, они лишь посыл наше историческое наследие. Сричем мы просим вас уделить внимание Палаты правительства, Палаты оппозиции, понять, что в данном случае просто логически мы просто выигрываем. Благодарю вас. Я готова к прикрестным вопросам. Добрый день. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что история должна храниться в исторических музеях и на страницах книг по истории? Смотрите, история, вы в начале своей речи отмечали, что история это прошлое и на нее не стоит оглядываться, но тем не менее история тот посол, на котором нужно учиться и совершенствовать раньше свои действия. Скажите, что рациональнее? Установить памятник, который будет под стать реальным современного сегодняшнего дня или все-таки оставить памятники, которые были установлены ради пропаганды вчерашнего дня? Смотрите, вот идеология коммунизма Ленина тоже зыржилась на независимости, на патриотизме, на свободе. И в твоем случае мы не видим тут противоречия идеологии демократии и самого социалистического режима. Причем то, что вы говорите, полностью не соответствует нашим действительным. Следующий момент, второй момент на ваш вопрос. Мы отмечаем, что мы не заставляем строить новые памятники Ленину. Мы лишь говорим о том, чтобы сохранились, которые имели, чтобы напоминали. То есть мы не строим новые памятники Ленина, мы сохраняем те, которые были. И идеология, заложенная в режиме социалистического режима, имеет такие же идеологии, которые заложены в демократическом режиме. Так что ваши именно доводы очень сомнительные и недостоверные. Ой, боже. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо. А для произнесения своей конструктивной речи, продолжайте член проведения. Ваше время 4 минуты. Вы просто на первой и последней минуте запрещены, между приветствуются. Здравствуйте, мои господа. Сегодня очень актуальная тема. Давайте я вам объясню наш кейс более внимательный. Оппозиция нас не совсем допоняла. Смотрите, они говорят, не надо сравнивать. Не надо сравнивать те памятники, которые были тогда и которые сейчас. Видите ли, Советский Союз – это наше прошлое. И тогда закладывалась в нашу нацию идеология. И эта идеология, она осталась у нашего народа. И как бы эта идеология сейчас ничем не заменилась. Мы здесь не говорим то, что эти памятники как-то влияют на нашу независимость, они делают наше государство какие-то менее зависимые. Мы здесь говорим о том, что эти памятники советского периода, они нам не позволяют войти в новую эру и как бы начать смотреть в будущее. Потому что когда у нас памятники, которые нам напоминают постоянно прошлое, те памятники, которые постоянно нас заставляют думать о прошлом, мы никогда не сможем выработать своих каких-то символов, каких-то своих идеалов и стремиться к ним. А мы остаемся на прошлых идеалах. В чем заключается сегодняшняя наша как бы такая вот проблема? В том, что эти ценности, которые заложил нам Советский Союз, прямо-таки противоречат тем ценностям, которые мы выбрали. Потому что Советский Союз это было закрытое государство, это было государство, которое ни с кем не общалось, которое как бы стремилось от всех отградиться, это государство, которое не принимало рыночную экономику, это государство, которое как бы жило через диктатуру, если вот так прямо говорить. То есть здесь таки идет прямое противоречие. И если мы остаемся на этих же ценностях, внеступая какие-то новые рамки, то мы остаемся просто на старом. Нет, спасибо. Наше государство должно иметь какие-то свои символы. Когда мы оперируем старыми символами, мы не достигнем каких-то новых символов. У нас есть очень богатое историческое прошлое. И сегодня у нас наше государство не выработало какой-то единой идеологии. Сегодня государство не выработало какой-то стратегии, какой-то идеологии, которая сплачивала бы все наше государство. В чем заключается смысл сегодняшней этой темы? В том, что эти памятники, они не несут какую-то... Эта старая идеология уже не способна сплотить наше население. Эта старая идеология не способна как-то сплачивать и вдохновлять, как-то нести наш народ вперед. Мы уже заявили о том, что памятники должны с собой нести идеологическую, эстетическую и традиционную культуру. Но видите ли, когда у нас стоят эти старые памятники, мы ничего с ними не можем поделать. Так, вопрос есть? Да. Вообще этот вопрос был рассчитан на речь, которая была произнесена за полминуты назад до этого. Как вы считаете, каким образом наличие памятников Ленину мешает нам быть страной с свободной рыночной экономикой? И каким образом другие барьеры, например, коррупционного характера, например, иные виды бюрократического характера не мешают нам реализовать политику свободного рынка, а наличие памятников, оказывается, нам мешает? Объясните, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Николай, вопрос. Смотрите, мы не говорим то, что мы не обвиняем памятники и не собираемся их обвинять в том, что наше государство как бы к чему-то не развивается именно из этих памятников. Мы говорим то, что эти старые памятники не дают нам выработать какие-то новые символы. Они нам не дают выработать какие-то новые приоритеты для нашей страны, куда нам надо стремиться. Когда мы говорим то, что эти памятники надо убрать, мы говорим то, что да, мы признаем их историческую ценность и мы признаем то, что они очень важны для истории нашей страны. Но историю можно изучать в учебниках, историю, этот же памятник можно перенести в исторический музей. И когда человек идет по своему государству, когда он идет по своим улицам, он должен видеть какие-то символы, которые будут его вдохновлять, которые будут как-то влиять на него и давать какую-то направленность. Смотрите, если общество, наше общество, и кто-то там прозападный, кто-то пророссийский, кто-то прокитайский, то наше общество как бы стремится во все разные стороны. Наше общество не может как-то сплотиться, и каждый тянет на себя это общество, как лебедь, рак и щука. Мы должны, и наше государство должно выработать эти символы, выработать единую идеологию, которая поведет нас в каком-то едином направлении. И мы как нация сможем подняться. Спасибо. Для произведения своей конструктивной речи приглашаются члены позиций. Ваше время 4 минуты, вопросы на первые и последние минуты запрещены между приветствами. Здравствуйте, уважаемые друзья. Со всеми непонятны позиции команды правительства. Они утверждают якобы, что из-за того, что нам вставят памятник, и мы не можем вставать какую-то новую идеологию, мы не можем двигаться вперед. Вот вопрос такой, вот когда я вижу на площади памяти Клинина, я что не могу какую-то идеологию свою придумать? Это уже проблема, наверное, этого общества, которое не можно в идеологии придумать, а не этого памятника. Они говорят об какой-то пропагане советской ценности, идеологии коммунизма. Мы видим, что сейчас, наоборот, люди идут больше, как бы, двигаются к западной идеологии, никакой пропаганды нет. От того, что поставят памятник, и что у нас, например, коммунистическая партия стала больше членов, что ли, или, я не знаю, коммунистическая партия является каким-то лидером в политической сфере любой страны, например, по-советской. Мы этого не видим, пропаганды никакой нет, и проблема не памятника, а проблема уже людей и государства, которые не могут двигаться дальше. В 2003 году, например, мы перенесли памятник Ленину на Старую площадь, мы там поставили памятник Свободы, потом мы поменяли памятник Свободы на памятник Монаса. Что изменилось? Памятник, он не сделает того, чтобы страна экономически стала развиваться. Проблема в том, что страна сама не может выработать какую-то новую идеологию, ну, новую, план, стратегию развития страны. Тоже говорят про то, что мы якобы не открыты, то, что мы закрыты, о нас плохо думают. Мы, как страна, например, Крыксана, мы открытые, например, стоит памятник на Старой площади, он никому не мешает. Универсоры к нам идут, к нам НПОшки идут, доноры к нам идут, и проблема уже не в этом. Один очень хороший человек сказал, нельзя никогда отказываться от своей истории, какая бы она ни была. Она была хорошая и плохая были в ней, хорошая и положительная сторона. Всегда нужно помнить свою историю и сделать из нее выводы. Например, то, что во Франции есть памятник Наполеону, он же не говорит о том, что люди там, у них какая-то идеология монархизма, они хотят завоевать мир. Например, то, что там стоит память к Людовику XV, не говорит о том, что они поддерживают идею монархии. Люди помнят свою историю и сделают выводы, и эти памятники как раз стоят на центральных площадях. Например, в Италии есть памятник Бенито Муссолини, то есть люди против фашизма, они не поддерживают идеологию фашизма. Но почему этот памятник стоит? Потому что они понимают, что нужно помнить свою историю, нужно из нее делать выводы и дальше уже этих ошибок не совершать. Также я не зря задал вопрос о мнении людей. Люди сами хотят, чтобы эти памятники убирали или нет? Например, в Киеве в 2013 году в декабре снесли памятник. В Киеве проявили вопрос и спросили людей, как они к этому относятся. И большинство из них это была молодежь. И молодежь сказала, что они против того, чтобы эти памятники убирали, потому что они не несут никакой пропаганды, они являются частью истории этой страны. Потому что эта история была и от нее никогда отказываться не надо. Например, в России, предположим, 5000 памятников Ленину. Думали о том, что нужно эти памятники убирать или нет, но люди против, например, в Твери тоже опрос проводили. Люди против того, чтобы эти памятники убирали. Мы просто, как государство, оно хочет обратить внимание не на суть проблемы, а на какие-то другие вещи, чтобы люди начали думать в другую сторону. Потому что люди должны понимать, что проблема не в памятниках, не в том, что я вижу, например, каждое утро я встаю и вижу этот памятник. Дело не в этом. Дело в том, что, например, я бедный. Ну, в общем, дело вообще в другом. И поэтому мы должны говорить о том, что эти памятники, во-первых, никак, никоим образом не влияют на нашу независимость, они никоим образом не влияют на нашу суверенитет от других стран. И, в ту же очередь, памятники, они никоим образом нам не мешают, потому что, например, вот моя коллега говорила о том, что вот если мы уберем памятник из центра города, например, какого-нибудь, но вместо него что мы можем поставить, например? Потому что, возможно, этот памятник является самой главной достопримечательностью этого города. И поэтому представили мы у людей, хотят ли они этого или нет. То есть люди, как мы поняли, что они не хотят, чтобы выбирали эти памятники. И из истории всегда нужно делать выводы, какая бы она ни была. И мы должны помнить о том, что у нас был такой период, как Советский Союз, то, что был Ленин, человек, который сделал очень многое, несмотря на то, что он был, может быть, хорошим или плохим, но он был великим человеком. И мы должны чтить память таких людей. Спасибо. А теперь настало время для вопросов о субботных фармонитариях, зрителей нашей телестудии. Я готов к вопросам от аудитории. Я готов отвечать на вопросы от аудитории. Здравствуйте, меня зовут Эльдар, я ученик 70-й школы. У меня вопрос к Палате правительства. Как вы считаете, люди вообще способны выбирать свою идеологию или как? Видите ли, когда у государства нет какой-то своей единой идеологии. Понимаете, вот сегодня Палата оппозиции думает в том, что мы обвиняем памятник в том, что у нас нет идеологии. Весь сок этой темы и нашей позиции заключается в том, что когда мы эту историю оставляем сейчас, когда мы на ней держимся, мы не можем куда-то дальше двинуться. Когда государство не способно создать новую идеологию и держится на остатках старого, то тогда, конечно, каждый начнет выбирать свою идеологию и общество просто разломается. Спасибо большое. Спасибо аудитории за вопрос. Настало время аналитических речей, и для произнесения своей аналитической речи приглашаются лидеры оппозиции. Ваше время в три минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Итак, уважаемые дамы и господа, раз общество и государство не может выбрать в себя идеологии, то в данном случае мы не должны винить памятники Ленину в этом вопросе. Раз общество не может в себя определить идеологии, это вина самого общества, самого государства, которое не создает условия для организации на самом деле необходимой идеологии. Какой идеологии необходимо придерживать, чтобы в обществе было развитие самого государства? Мы отмечаем, что существование этих памятников никоим образом не сопрягается и не мешает нашей независимости. Палта правительства отмечает то, что они не мешают, но обратно противовес своим доводам говорит, что они мешают. Причем очень тяжело всем нашим, которые сидят в этой аудитории, понять, чего же хочет на данный момент правительство. Если она сама не понимает, чего хочет, в данном случае мы четко уверяем, что палата оппозиции сегодня просто из логических рассуждений в данном случае выигрывает. Мы говорим, что это есть часть исторического наследия. История, на нее нужно смотреть, историю нужно помнить, из истории нужно делать определенные выводы. Если были отрицательные именно показатели истории, то не нужно повторять. Если были положительные, то нужно обратно в это общество адаптировать и создавать дальнейшие условия для роста экономики, для роста общества. Мы говорим, что те идеи, посылы, которые были в коммунистическом режиме, в социалистическом режиме, они не противоречат идеологии, которые сейчас есть. Мы сейчас преследуем идеологию патриотизма, идеологию независимости и сплоченности. А именно сейчас, именно в прошлое время, когда в советское время, эта идеология была передовой. И то, что палата правительства говорит, что нет, это не сопрягается с понятиями свободной экономики и глобализации, то мы отмечаем, наличие памятников не мешает нам реализовать политику глобализации, политики свободного рынка. Именно противостоят понятиям свободного рынка совсем другие факторы, как протекционизм, как наличие коррупции, как бюрократия, как чиновничий произвол и тому подобное. То есть в первоочередном порядке, чтобы создать независимое государство, мы должны бороться с этими первопричинами, как коррупция, а не просто убирать памятники. Памятники — это исторический посыл, и ни в коем случае они не строят эту идеологию. Мы отмечаем опыт тех стран, которые есть на Западе, той же Франции, той же Испании, той же Великобритании. Они сохраняют эти идеологии королевы только в историческом плане, потому что они понимают, что это есть история, которую необходимо передавать. И на основании этой истории дальше строить свое общество, учитывая те ошибки и положительные моменты, которые были. И то, что в Великобритании поклоняются королеве, это не значит, что Великобритания — это монархическая страна. И то, что в Кыргызстане есть памятники, и даже в других посоветских государствах есть памятники Ленина, это не говорит, что они коммунистические страны. Это говорит то, что у них была такая история. Была такая история, на основании которой они построили независимое государство. Ведь сам Ленин, он построил основную источник формирования независимых государств. Он на месте кочевых племен, которые были раздроблены, создал единое государство, в котором была единая идеология. И на основании этого государства мы, как Кыргызстан, как независимый государств сейчас, сформировали свою идеологию. Формируем свою идеологию постепенно. И наличие памятника в данном случае не мешает нам реализовать эту идеологию. Мы постепенно, через десятилетия, постепенно мы сформируем свою идеологию. Но для того, чтобы сформировать эту диалогу, не стоит убирать памяти. И чем мы в анализе отмечаем, что благодаря просто логической доказанности, простой банальной логической доказанности, палата оппозиции сегодня выигрывает. И палата правительства, к сожалению, себя дискредитирует, потому что она сама не может понять, чего же она хочет. Но с правительством всегда дела обстоят так. Вот, с любым. Я приглашаю премьер-министра для произнесения своей аналитической речи. Ваше время 4 минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Здравствуйте еще раз. Давайте перейдем от пафоса и речей к простым логическим выводам. Вот. Самое первое. Что мы имели в виду? Мы не имели в виду полностью сносить памятники, говорить, что они мешают нашей независимости и так далее. Мы просто говорили, что памятники, да, это история, да, это идеология. И, как и в любых странах, историю надо помнить, но не надо на ней зацикливаться, не надо концентрировать все внимание всей страны и всего народа на истории. Надо смотреть вперед, не оглядываясь назад. Идти вперед, потому что история – это тот груз, который засел в головах наших людей. Это груз, который мешает нашим людям думать в новом русле, думать более современно, более модернизированно. И сегодня мы предлагаем просто убрать, не полностью сносить, не вообще убирать их из площади, из всей территории страны, просто мы предлагаем их убрать из главных центральных площадей, из улиц, из публичных мест, для того, чтобы люди наконец начали думать о будущем, нежели зацикливаться все время в настоящем, постоянно делать выводы о прошлом, постоянно жить воспоминаниями. История – это то, что уже прошло, то, из чего мы уже сделали, мы уже в течение 20 лет, 20 лет независимости сделали вывод, уже пора смотреть вперед, пора смотреть на будущем и развиваться в том русле, в котором нам будет намного удобнее, нежели чем мы жили несколько десятилетий назад. И, как мы уже сказали, памятники – это та символика, символика прошлого. И если памятники, то есть символы прошлого, символы истории будут все время стоять у нас на глазах, то они будут все время тянуть нас назад, тянуть нас к истории, в то время как мы должны отбросить груз, всю тяжесть истории, просто сделать из нее вывод и идти вперед, идти к новым вершинам, к новым достижениям, к новым целям. Государство после 20 века, перешло в 21 век, и вместе с 21 веком перешло к новой стадии эволюции. И на новой стадии эволюции у нас есть свои, нам нужна своя новая идеология, новые ценности, и нам надо для того, чтобы выжить в новой стадии эволюции, для того, чтобы развиваться дальше, эволюционировать, нам нужно отказаться от тех рудиментов, которые дала нам история, и, наконец, начать двигаться вперед, не оглядываясь на прошлое, просто сделав из них вывод, и потратив все наши усилия на развитие. Спасибо большое. Спасибо большое за игру, игра была очень смешной, я бы сказал, она была в каких-то моментах интересной, и в целом дебатный раунд был неплохим, но я думаю, что можно играть гораздо лучше. Представим, что есть какая-то страна, похожая на Кыргызстан, абсолютно точно такая же, идентичная, есть такие же памятники, такие же проблемы, такой же ВВП, такие же дебатеры, как и вы, но вот там, допустим, в сегодняшнем дебатном раунде команда выиграла команда правительства, и если мы вспомним, за что выступает команда правительства, то команда правительства выступает за то, чтобы памятники эти демонтировали, за то, чтобы у нас была новая идеология, другие памятники и так далее. И вторая страна — это страна, в которой выигрывает команда оппозиции. Что у нас будет на выхлопе? На выхлопе у нас будут две одинаковые страны или у нас будут две абсолютно разные страны? Если у нас будут абсолютно разные страны, тогда команде правительства и команде оппозиции необходимо было показать связь между тем, насколько сильно наличие таких памятников влияет на многовекторную политику, на уровень ВВП, на уровень жизни и многие абсолютно все процессы, которые происходят в стране. То есть вы, конечно, говорили о том, что история — это клево, надо не забывать историю, надо помнить, надо делать выводы. И что? То есть вы говорите теми вещами, которые все люди прекрасно понимают, но как таковых доказательств, к сожалению, я сегодня не увидел ни с одной, ни с другой стороны. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, отличная новость! Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adb.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adb.org. Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adb.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adb.org. Ваш портал в мир дебатов. ru.adb.org. 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 Я не могу безоговорочно отдать победу команде оппозиции. Вот лично я, это мое определённое мнение. Рus.adb.ly. Они, ну, где-то не очень хорошо знают историю. То есть именно вот в плане фотографическом, хотя, ну, а слушая команду правительства, я, честно говоря, вот сижу вот здесь все это время, пока вы тут дебатируете, беседуете между собой, и селюсь понять, как наличие памятников влияет на экономическое, социально-экономическое положение в стране. Я просто очень прошу команду правительства, просто после, как только закончится программа, прийти домой и спросить своих родителей, кем были наши предки до Октябрьской революции. И от ответа на этот вопрос будет, собственно говоря, зависеть потом ваше дальнейшее отношение к Ленину, в частности, и к его памятнику тоже. Спасибо за внимание. Мне кажется, что в сегодняшних дебатах более убедительна была оппозиция, и я бы отдал им предпочтение. Более убедительна в своих аргументах. Хорошо, что Палата правительства отмечает многоплановость проблемы памятника. Это духовное, эстетическое, идеологическое, историческое. Вы, наверное, хорошо знаете ситуацию с осквернением памятников войны в Прибалтике, в других государствах Восточной Европы. Ну, это же вандализм. У меня все. Вот и подошел к концу наш с вами полуфинал. Я напоминаю вам, уважаемые телезрители, ведь именно вы определяете победителя этого полуфинала. Из года в год дебатное сообщество растет и развивается для того, чтобы быть более полезным нашему обществу. Продолжайте дебатировать. Продолжайте.